Ровно месяц назад ситуация меняется, и поэтому я хотел бы сегодня послушать ваш доклад и послушать коллег наших из регионов по вопросу о том, как складывается эта ситуация на сегодняшний день, где она наиболее сложна, какие меры должны предпринять федеральные и региональные уровни власти для того, чтобы выйти из этой ситуации и, самое главное, людей поддержать, чтобы мы за той главной темой, которой сейчас занимаются все, а именно борьбы с коронавирусной инфекцией, не забывали о текущих делах. А они для очень многих людей, для сути, иногда для тысяч наших людей, выходят на первый план. Естественное дело, когда человек лишается своего жилища, либо его жизнь находится в опасности. Давайте начнем работать. Я хочу послушать сначала доклад министра по чрезвычайным ситуациям. Пожалуйста, Евгений Павлович. Добрый день, Владимир Владимирович. Что касается паводка, в целом на территории России он проходит в соответствии с нашими прогнозными моделями и подходит к завершению. Традиционно у нас сложно проходил ледоход и паводковые события в Якутии, но уже можно сейчас говорить о том, что на сверх критические параметры они не вышли. Ледоход в Якутии и, соответственно, во всей России, мы надеемся, завершится в конце этой недели. За все время проходения паводка на территории республики было подтоплено в двух населенных пунктах 73 приусадебных участка. Из объектов экономики можно отметить взлетно-посадочную полосу аэродрома Зырянка. Но на сегодняшний день вода уже ушла, и полоса просушивается, и транспортные коридоры организованы. Был развернут 231 ПВР, но реально задействовали один ПВР, где были размещены 6 человек. Вот у нас аномальная паводковая ситуация сложилась в северо-западном федеральном округе. Можно говорить об этом как о второй волне, связанной с затяжным атлантическим циклоном, с большим количеством осадков, выпавшим на территории Архангельской, Вологодской областей, республики Коми, а также Ненецкий автономный округ. Всего в северо-западном федеральном округе было подтоплено 544 жилых дома, более 2,5 тысяч приусадебных участков, 12 низководных мостов, 26 участков автодорог. Но хотелось бы отметить, что подтопление жилых домов не носит критического характера. К реагированию привлекается группировка РСЧС численностью 673 человека, 262 единицы техники. Развернуты 30 ПВР, пока задействованы только 2, где находится 21 человек. Оказывается, адресная помощь, организована работа комиссии по оценке ущерба. Ну и по нашим прогнозам, в течение ближайших пяти дней обстановка должна стабилизироваться. Всего на 26 мая на территории России в 13 субъектах в зонах подтопления находится 491 жилой дом, 1461 приусадебный участок, 14 низководных мостов, 10 участков автомобильных дорог. Отрезаны 22 населенных пункта, где организованы лодочные переправы. Жизнеобеспечение населения не нарушено. Все необходимые мероприятия проводятся. Теперь, что касается пожаров. С начала года на территории Российской Федерации зафиксировано 5626 очагов природных пожаров на общей площади более 852 тысяч гектаров. Но если нам сравнивать с ногичным периодом прошлого года, то нужно сказать, что если количество очагов осталось почти тем же, то площади пожаров сократились на 30%. В результате перехода огня на населенные пункты огнем уничтожено 251 строение, в том числе 48 жилых домов. Опять же, для сравнения с прошлым годом почти так же на 30% уменьшение сгоревших жилых домов. В настоящее время на территории Дальневосточного федерального округа, Сибири и Северо-Западного федерального округа действует 73 очага природных пожаров на общей площади активного горения 34 гектара. Это у нас в ДФО 28 очагов, в Сибирском федеральном округе 42, в СССР 3 очага. Режим ЧАЭС в лесах введен в четырех субъектах Российской Федерации на всей территории Забайкальского края, одном районе Республики Тыва и одном районе Республики Хакаси, одном районе Иркутской области. Особый противопожарный режим действует в 49 субъектах Российской Федерации. Вся необходимая работа проводится силами субъектов леса, авиаохраны и МЧС. В том числе и авиации МЧС за время этого сезона было совершено 109 вылетов, натушение пожаров произведено 399 сливов воды. Работаем, Валимович. Доклад закончен. Всем спасибо, всего доброго.